привет сегодня распаковку снимаем очень большая посылочка сбоку и распечатаю вот таким вот ножичком кстати говоря мало почему-то из вас кто посмотрел обзор на этот нож не знаю с чем это связано честно говоря нож на самом деле очень классный так смотрите впервые кстати говоря настолько серьезно слушайте все серьезнее и серьезней упаковывает резать ru само собой ссылочки на ножи которые в распаковке будут в описании к видеоролику но это больше как бы распаковка анонс да такая анонс к последующим выпуском которые будут ближайшее время слушать распаковки затягиваются не по моей вине тут прям все вот так вот запечатано это это не по моей вине если я когда распаковываю не знаю как долго это все будет продолжаться насколько тут все запечатано вот это да слушайте новый уровень реально новый уровень вот этого еще раньше не было прикольно слушайте классно мне нравится мне нравится да очень классно на самом деле неожиданно так здесь у нас что-то по-моему есть здесь у нас что-то есть фирменный пакетик тут ножичек слушайте а классно сделано это посмотрите как классно вообще супер слушайте мне нравится вот такие вот штучки мне нравится как это сделано вот совсем какой-то ну определенный момент all knife да прикольный ножичек прикольный вот он видно что резачок однозначно у него тут и обувь в принципе думаю миллиметра 2 может быть там да ну наверно глазок надо будет само собой все померить например такой и резачок и вот кончик такой острый динамично так достаточно смотрится на сами в руке так вот прикольно ощущается мне нравится впечатление первое положительное да больше вот такой хват какой-то немножко диагональный хочется его держать что-то вот такое резать вполне себе очень даже ничего и нужно такие шустрые кайдекс я люблю такое да интересно пакетик тоже да прикольный прикольный мне нравится так смотрим дальше смотрим дальше слушайте ну а это мы тут сразу начали с того в общем-то ох да конечно здесь я я просил этот нож мне он очень интересен хочется его сравнить с майкратеком мы видим здесь у нас м 390 какая клипса короче говоря не знаю даже узнали вы сразу о чем речь или не узнали но я думаю что в обзоре мы поговорим само собой очень интересный ножичек прям вот хочется его оценить однозначно прям но механика кстати говоря достаточно мягкая достаточно приятная да интересный очень интересный нож я думаю что многие из вас даже не догадываются не узнают не по логотипу так скажем ну ладно оставим это все на обзор само собой классно да вообще вопросов нет первое впечатление качественно добротно так мощно такой танк немножко среди фронталок вот но мягкий достаточно мягкий так экстрема радио тоже оставим чуть на потом посмотрим посмотрим что у нас здесь давайте я видите что название не смотрю ну так 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 что у нас вот она раскрытие да получается классика есть здесь у нас все понятно принципе такой классический нож до российское само собой производство ну будем смотреть будем будем в общем-то разбираться но не знаю насчет без замка у нас россии то замки это не проблема как бы скажем тогда и с точки зрения законодательства поэтому не до конца есть всегда ну скажем так не знаю конечно есть момент когда замок и не нужен по большому счету да вот у нас тут флипчик но вот это уже что-то более такое привычное нам нажима нам когда у нас идет флиппер когда у нас идет замок принципе схожий дизайн да надо будет посмотреть в общем то составить какое-то свое впечатление так в принципе ничего флиппует ничего ложится в руку тоже вроде бы вполне себе да посмотрим я думаю что там цена довольно доступная между прочим да ну опять таки надо будет посмотреть я вам ссылочки соберу само собой вот и соответственно 3 ножичек смотрим 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 с бэк локом но вот это кстати говоря более такой классический вариант по-своему интересный за счет того что есть бэк лок кстати монолитность такая вот для бэк лока вот прям давлю никакого общей люфта здесь нет вообще никакого до люфты полностью отсутствует классно то есть вертикальный люфт тоже я вот вертикальный пробую для бэк лока отсутствие вертикального люфта при какой-то вот нагрузочки это прям так интересный момент кстати тоже по-своему да вот кто любит классику довольно любопытная модель получается довольно любопытная кершел кершел мы все в принципе с вами знаем что кершел делает очень даже прикольные ножи вот и в данном случае у нас тоже не исключение из правил смотрим как это все ляжет в руку более всего интересно а вот замечательно вот очень явный такой изгиб даже тут несколько углов и мне в руку прям ложится до достаточно тонкий то есть это больше такой будет 10 вариант но ложится очень хорошо очень надежный хват по ощущениям слушайте прикольная модель мне нравится вот дизайн очень классный вообще супер на самом деле кершел кстати вот молодцы вот то что они делают последнее время да не принципе всегда делали неплохие ножи но как бы сейчас что-то как-то вот они немножко приблизились может быть zero tolerance что ли у нас еще здесь получается асист то есть как бы вот такой пол полуавтомат это немножко приоткрываетесь клиночек нажимаю гарантированный получается такой флип очень даже ничего чуть-чуть помни по центру да немножко но вот это единственное что наверно так добротно добротно по ощущениям и дизайн очень классный вот этот прям такой фактурный в плане рукояти мне нравится слушайте вот это вот это очень интересно прямо открытие мне было интересно как это лежит в руку ложится хорошо прям нравится вообще вопросов нет спайдерка спайдерка мы все с вами любим любим их за возможность сделать какие-то вот такие вот креативные ножички вот в принципе тоже поговорим отдельно но я думаю что спайдерка это конечно всегда очень на любителя спайдерка это такая штука хотя вот вроде бы на любителя но когда вы голосуете то за спайдерка огромное число голосов и неспроста идет как дальше смотрим у нас давайте южный крест экстрема радио я все на последок оставляю оставляю извините сегодня немножко замученный уже у нас как бы дело к вечеру слушайте туго-туго вот такой вот ножичек это у нас кожа ведь туго очень кто-то его туда прям загнал так прям в ножны но само собой южный крест всегда это фиксы до которые хорошо ложатся в руку которые очень работоспособные я думаю что в данном случае не исключение прикольно что здесь есть упор в явно выраженный такой серьезный что упор что для ножей с фиксированным клинком довольно редкость в этом смысле конечно очень даже зачетно но надо посмотреть попробовать сложить свое впечатление вот собственно опять-таки здесь n690 ну очень даже на самом деле должно быть ничего и мне кстати понравились южного креста пошли по моему у них раньше не были такими ножны вот раньше были попроще сейчас они как-то делают более интересными вот и выглядит и ощущается вот кожа прям пахнет кожей и по ощущениям приятная то есть как бы не какой-то там дешевый вариант лишь бы лишь бы была приятно сделана кожа за свет извиняюсь немножко при искусственном освещении снимаю среди недели пришла посылка в начале недели точнее сказать и в общем-то снимаю ждать там выходных хорошего освещения что у нас темнеет рано светлеет поздно поэтому как бы извините немножко при таком освещении но это конечно это конечно вообще уровень вот сразу чувствуется вот вот тут просто даже вот берешь да то что нужно здесь вот нажать для того чтобы раскрыть и тут берешь и ну просто уровень вообще конечно экстрема ратио это конечно зверь это конечно даже вот вроде бы такой вот не сказать что какой-то огромный до fix it но вот вот конечно берешь в руку это уровень качества вот эти все детали там вот надписи какие-то да ну классно мне мне очень нравится экстрема ратио конечно это ну не знаю вот если говорить про европейские бренды то я даже не знаю экстрема ратио однозначно будет у меня в лидерах причем я даже может быть и на первое место бы их поставил очень крутые очень крутые вот как это все классно на самом деле вот такой вот стиль у них смотришь и вот мне напоминает какой-нибудь там lamborghini реально итальянский и причем вот качество в каких-то вот все как супер вот впечатление не знаю экстрема ратио сколько мне их попадалось практически все права запроизводили прям вот впечатление супер ножей ну бывают продукты клиночки если коротенькие там еще как то нет а так очень классно да прикольная посылка на самом деле много всего интересного вот есть на что посмотреть я думаю что посмотрим пообсуждаем с вами безусловно буду рад вашим комментариям послушать что вы поделитесь своим опытом в общем-то все будет ближайшее время на канале как-то так сейчас поздно снимаю завтра думаю с утра выйдет это распаковочка снял распаковку решил подвесить вот этот нож первым на свой карман ну так в качестве попробовать да что это такое какой обзор выйдет первым пока еще не знаю вообще сегодня у меня получается распаковочка да я ее снимаю сегодня а завтра утром и буду выкладывать то есть вы смотрите это видео утром и у меня сегодня получается ну то есть завтра в общем на момент выхода видео день рождения так что можете меня в комментариях поздравить те подписчики многие из подписчиков что не знают такие как бы моменты принципе не обязательно знать не обязательно поздравлять то просто если кто хочет может поздравление общем-то свои сказать извините немножко уставший голос реально вымотался устал что-то не высыпаюсь последнее время поэтому распаковку вот так вот когда при дневном освещении снимаешь всегда конечно получше там выходной день спокойненько но сейчас вот решил вам выпустить немножко пораньше выходные уже надеюсь приступить каким-то обзором поэтому в принципе не затягивал как-то так большое спасибо тем кто поддерживает своими лайками всем вам огромной удачи всем счастливо всем пока удачи всем пока